можно поиграть ну что идем на ресепшн бронировать номера стаканчики чая воды кто-то здесь бывает там кто-то ползает игорек а там есть чьи-то следы как после ядерной войны да какая-то машина впереди стоит такой запах здесь как будто приветствую вас зимним морозным днем вот приехали в заброшенный отель в самое жуткое место шарм-эль-Шейха призраки есть рауф отель интернета смеемся кто пойдем реально такой жуткий отельчик но здесь прошлись немножко раньше он считался когда он был построен это был наверное самый помпезный отель в шарм-эль-Шейхи самый огромный в нем было примерно 650 номеров то есть ну как бы реально для шарм-эль-Шейха это очень много у него огромнейшая территория ну и в общем я по походу буду рассказывать что же случилось и почему он сейчас не находят всякие разные легенды про данный отель жидкие мы еще не знаем ах вообще охрана пусть или пусть это мы только как говорится экспронтом приехали в этот отель узнали про него что здесь такой есть заброшенный отель и вот это решили его поснимать для разнообразия для контента не всегда снимать обычный отель вот надо посмотреть что было раньше пойдем с нами на экскурсию по заброшенному отелю да ты смеешься я уже слова не выговаривающих устал вот вход в казино было в этом отеле было казино когда он был построен он скажем так находился вообще на отшибе то есть дальше ничего не было и он был построен чтобы людям здесь был максимально комфортным и максимально много развлечений вот в том числе казино представляете сколько сюда вложили денег какие монетки да такие не видно так оригинально можно поиграть никого только призраки ну что идем на ресепшен бронировать номера печальная история одного из самых роскошных отелей шарм-эль-Шейха это был наверное самый большой отель в шарме такая вот пальма причудливой формы лежит не просто так завявшие пальмы павшие фонарь ну да так немножко жутковат не к здесь ира уже побежала на ресепшен как бы не потерять здесь что ир там закрыто ты не пускают нет более 650 номеров огромное количество бассейнов казино дискотеки детские площадки друзья мебель диван и стаканчики чая воды кто-то здесь бывает и в 2012 году отель закрылся а история отеля начиналась очень романтично не души только ветер гуляет и вороны кричат вышла местный миллионер рауф подарил его своей любимой супруге а здесь видимо был пункт выдачи полотенцев даже полотенчик да здесь был бассейн можно было сидеть до в самом бассейне и что-то заказывать в барчике и женщина стала хозяйка по настоящему роскошного места под названием рауф hotels у себя огромный бассейн был не может быть ну да скорее всего бассейн ведь как это но сделано как бассейн из наверно буду декоративные были на нагне и фонтаны ну да здесь был такой каскадный бассейн он так сливался оттуда вниз 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 и попадал в главный бассейн сейчас ира проверит может быть здесь дверь открыта мы хотим пройти внутрь смотреть там кто-то ползает иди иди будучи художницей она чудесно декорировала отель украсила стены своими картинами и потрясающими огромными вышивками и поначалу дело шло весьма успешно но с течением времени все разладилось отель был открыт 2003 году и уже в 2005 можно наблюдать многочисленные негативные отзывы 2010 году его выкупила известная сеть отелей соли мар но 3 октября 2012 года отель закрылся навсегда здесь все был более кинотеатр спортзал а сейчас вот вот пальма уявшая на пол шестого сегодня он представляет собой весьма неприветливое заброшенное место который производит впечатление разрушенного призрачного рая преданного забвению удивительно то что все детали интерьера и дорогостоящие вещи так и остались там где были когда отель еще работал получается по всему отелю до проходили такие вот водные артерии бассейна было очень красиво народ гулял если наверно эти лодку если лодочки наверное мебель и элементы декора стоят нетронутые по каким-то загадочным причинам люди обходят этот отель стороной не прикасаясь ни к чему что здесь находится складывается впечатление что в каком-то параллельном мире здесь все еще кипит жизнь когда-то здесь можно было сполоснуться после бассейна сейчас ныряй давай горелку там есть чьи-то следы пива нема может быть мороженых крест тоже нет мои проверил воды нету здесь были теннисные площадки волейбольные баскетбольные когда-то вот все что от него осталось и когда-то пляжи здесь были переполнены а сейчас все пустынно вот что осталось от лежаков деревянных здесь раньше были зонтики такие вот наверное красивые лежаки стояли а сейчас вот зонтики все такие обшарпанная считаю кроссовки тапочки левый правый вынесла на берег как после ядерной войны да такие вот кадры как из триминатора 2 судный день аналогию провел здесь был бар на пляже у какая-то машина впереди стоит тоже заброшенная неужели ну по виду да тоже к это в пыли сейчас посмотрим может быть за виду только в автобус можно зайти добрый день а это у нас мы идем на технические техническую зону да где вот машина заезжали разгрузка была продуктов генераторы как всегда сразу игорь первый такой запах здесь как будто умер реально все заржавела здесь по ходу крысы и и и и и и и здесь когда-то были магазинчики шопинг наверное все было тапочки продукты шлепки все продавали сувениры а теперь здесь тоже магазинчик был здесь наверное продавали масла чаи всякие да магазинчик был сувенирчики были наверное когда-то здесь проходила анимация была музыка танцевали плясали а сейчас вот такое все разрушенное заунывное в пыли местные жители говорят что отель построили на проклятом месте поэтому такая участь его постигла